всем огромный привет я здесь немного снизу уже поработал теперь пытаюсь размыть оказывается камера не записывала поэтому ничего личного смотри просто я снизу снял нулем уже немножечко теперь я буду пытаться размывать эти линии обычно я так не делаю ну решил сделать обычно делаю вот так я снимаю техникой машинка на расческе но если совсем честно я иногда бывает просто подступаю к стрижке совершенно с другого хода бывает делаю по-другому бывает по так вот в этот момент я хочу сделать так а ты попробуй сделать также это легко и обязательно тебе получится видишь что я делаю насадкой полтора миллиметра поднимаюсь получается к своему переходу тому месту где я работал машинкой на расческе видишь пытаюсь поработать по буграм теперь я снимаю насадки на машинке вот пытаюсь работать как бы сбила воспевать машинки без насадок получается где-то там три миллиметра открытым ножом теперь я работаю с закрытым ножом получается когда нож закрыт у меня есть видео на канале про ножи то это нож закрыт машинка снимает намного меньше волос чем тогда когда нож открыт обязательно открытие на канале посмотри в чем отличие ножа я эту машинку что мне в руках снимал хорошей макросъемкой показывал как выглядит открытые ножи и закрытые ножи сейчас я работаю закрытым ножом обрати внимание на работу рук смотри видишь я постоянно передвигаю рычажок управления ножей это очень как бы легко и правильно делается если у тебя нормально более менее машинка я советую всем если хочешь научиться супер делать переходы но я кстати не видишь не супер делаю переходы делают такие на троечку но чтобы даже их научиться делать тебе придется купить себе более-менее нормальную машинку внешнюю часть перехода я обработал триммером и шевером теперь я этим же триммером китайским любимым своим состригают линию челки видишь состригая понимаю что нужно еще немножко подняться поднимаюсь переходом немножечко повыше применяя техники работа насадками и тушевка теперь я продолжаю стричь машина садкой четыре с половиной миллиметра ну средний скажем так переход пытаюсь сделать переход но мне надо было бы получится на самом деле такой себе на троечку как обычно ну люди обычно этого не выкупают и все в основном довольны все и счастливы когда я стрик не было никаких проблем видишь я как действую я беру от большей длины получается спускаюсь в самую меньшую длину не наоборот не снизу вверх а сверху вниз мне так кажется проще делать если будешь так делать у тебя никаких вообще проблем не будет будет все четко ну как четко тебе хватит этих знаний чтобы более-менее начать зарабатывать деньги теперь я подтягиваю видишь кожу пытаясь разровнять эти бугры получилось как получилось скажем так отправляю машинку и расческу с волосами на машинку так проще так быстрее масса отлетает далее я делаю все то же самое что делал на предыдущей стороне создаю аккуратную скобку пытаясь уже к ней как бы подъехать сделать более-менее аккуратный переход затем я как обычно своей любимой техникой сверху вниз видишь снимаю все прорабатываю сейчас работаю триммером а потом линию триммера размывая открытым ножом как работать открытым и закрытым ножом смотри на канале затем видишь нижнюю часть фишки я обрабатываю шевером получается довольно неплохо я считаю теперь мы снимем немного массы из-под челки берем машинку и продолжаем делать машинкой аккуратную стрижку я делаю как беру расческу и подставляю получается расческу в массу волос и делаю вот таким вот зубчатым срезом рванину так легко тоже делать рванину на голове мне очень нравится эффект после этого если ты делаешь рванину ты не скупи сделаю ее под разными углами если ты будешь сделать все четко и под разными углами прорывать волосы вот таким нехитрым способом которому обучиться можно прямо вот сейчас буквально взять просто расческу машинку и просто начать тыкать голову аккуратненько чтобы убрать лишний волос видишь получается какой интересный структурированный эффект вот когда ты потыграл в голову самое время взять большую насадку и там где макушка немножко вот видишь падде сделать такие вот движения незамысловаты и обязательно сам большие насадки предварительно можно взять просто машинку выключить снять насадку продолжить в голове чтобы понять сколько тебе нужно будет снять не особо повредить стрижку такая техника на самом деле очень уместно я могу и только рекомендовать она сокращает ваше время на стрижку вы просто берете сам большую насадку подчёсываете волосы вверх и начинаете прорабатывать все легко реально просто получается абсолютно у каждого а стрижка для клиента становится более носибельной более удобно все мы прекрасно знаем что макушки эти чертовы начинает очень сильно торчать еще одна интересная техника можно также сам поделать немного взять триммером потыкать у триммера нож меньше и получается срез мягче и вот что если ты хочешь разбить некоторые большие густые пряди которые ты сделал только что машинкой в той же самой техникой ты можешь аккуратно на пальцах не на расческе потыкать себе в пальцы триммером как бы смешно это не звучало это работает всегда делайте то что хочет клиент этот клиент сказал что хочет более квадратную челку хотя я думаю сейчас наставить ему такой какая есть ну что же давай сделаем тебе аккуратный квадратик берем видишь сперва триммером затем большой насадкой мы подстригаем как бы со лба снимаем лишнюю густоту с другой стороны можно попробовать сделать триммером есть такой еще маленький нюанс всегда нужно обдувать клиент волосы с лица потому что сам представь сидеть целый с этим лицом такой себе кайф и вот продолжаем прорабатывать нашу челку мы получается делаем то же самое что делали с противоположной стороны мы аккуратно с лба поднимаемся вверх большой насадкой немного снимаем массу с челки так будет более носибельно для клиента и продолжаем делать переход нее по росту волос и против роста волос немножечко подбреем теперь шевером под лбом я не знаю такого места на голове человека в котором не справился бы этот китайский шевер как его купить ты можешь зайти ко мне в плейлист китай для парикмахера там все есть все ссылки далее мы что делаем мы немножечко разорвем разровняем линию зубчатым срезом мы аккуратненько подстрижем нашу челку видишь что мы делаем дуем феном и работаем представим что ветер подул допустим на человека и вдруг что-то вылезет можешь еще поделать вот таким аккуратным скользящим срезом по волосам главное хорошенько обдувай клиента и дуй на застриженные волосы представляю что в реальный у человека меняется текстура стрижки только потому что на него подул ветер и он проснулся не хочет голову мыть чтобы все было довольно аккуратно использовать пудру я буду отличной фирмы крутая мне очень нравится фирма white у меня есть она в описаниях есть ссылки все можете приобрести очень могу рекомендовать вот что у нас получилось у нас получилась вот такая стрижка я считаю довольно неплохая если вы стрижете там друзей по приколу за пару соток вообще отличная я уже давно не стригу уже пошел седьмой месяц стриг в июне это видео записывается